Привет! А вы когда-нибудь задавались вопросом, а есть ли какие-нибудь операционные системы, которые и весят мало, но и имеют обширный функционал? А видели вы систему, которая влезает на обычную дискету размером 1,4 мегабайта и при этом написанную на чистом ассемблере? Нет? Самое время это исправить, сегодня мы посмотрим на Calibri OS и узнаем, как всё началось. Calibri OS – операционная система, полностью написанная на ассемблере FASM и распространяемая на условиях лицензии GPL. Основана она Minuet OS, которая была основана в 2000 году и является её форком с 2004 года. Название и логотип системы произошли от самой быстрой и маленькой птицы на планете – птицы Calibri. Calibri является альтернативной операционной системой, так как она использует собственные стандарты и не основана на Opusix. Система рассчитана на использование ассемблера для написания приложений, но есть и программы, написанные на языках высокого уровня . Основные идеи заключаются в минимизации потребляемых ресурсов системы, оптимизации кода программ для повышения быстротействия, а также в использовании языка ассемблера как основного языка разработки Calibri OS и программ для неё. Calibri OS развивается людьми из разных стран – Украины, Белоруссии, России, Германии и т.д. Последняя версия датируется от декабря 2009 года, но ночные сборки обновляются до сих пор. На момент снятия видео ночная сборка выпущена 1 мая 2021 года. Да, ISO образ весит 70 мегабайт, но это вместе с приложениями и прочим демонстрационным добром. А сама основа, которая находится в файле Calibri.img, весит именно 1,4 мегабайта, что позволяет эту систему записать на обычную дискету. Она абсолютно не требовательна к железу, требует всего лишь Pentium 1 и 8 мегабайт оперативной памяти. Ну а теперь давайте посмотрим на саму OS. Запускаем наш компьютер, вставляем образ и видим этап настройки, который позволяет выбрать видео режим, обнаружение жестких дисков, включить дебат. Но так как все настройки нас в принципе устраивают, мы просто нажимаем Enter и ждём запуска системы. И после запуска нас встречает рабочий стол с огромным количеством программ. Игры, файловые менеджеры, средства разработки, рисовалки. Браузеры, редакторы и прочее. А если навести курсор на левую сторону экрана, то появится своего рода докпанель, в которой также будут программы по типу проигрывателя MIDI, CPU id, ARC клиента, текстового редактора, ярлыка для доступа к настройкам системы и прочим. Панель управления в этой системе выполнена в стиле macOS. И это, как по мне, очень красиво. В первом пункте можно настроить фон, тему управления, звук, дату и время. В принципе, самая базовая системная вещь. Во втором пункте можно запускать различного рода программы, позволяющие отслеживать состояние системы или сети. Ну а в третьем пункте можно запускать различного рода бенчмарки, смотреть информацию о системе и его устройствах. Тут есть игровой центр, который содержит большое количество игр, и среди них есть даже Doom, Quake и Wolf 3D. Но они доступны только в ISO-версии. Они даже эмулятор DOSBOX всунули. Вот это меня действительно удивляет. Перейдем к файловым менеджерам. Их тут три. Calibri File Manager, Calibri FAR и Olight File Manager. Первая пародирует интерфейс известной программы Total Commander, а вторая повторяет интерфейс программы FAR, которая, в свою очередь, повторяет интерфейс программы Norton Commander для DOS. Ну а третья сделана в дизайне проводника из Windows XP. Как по мне, даже вполне неплохо. В системе есть даже браузеры, с помощью которых можно выйти в интернет. WebView и NetServe. Конечно, работают не суберидиально, но сайты открываются, картинки показываются, стили прогружаются. Это хоть что-то, чем ничего. Из интересных мультимедийных программ стоит отметить MEDAM. Из названий дизайна понятно, что это, по сути, местный MEDAM, но эта программа проигрывает только MIDI-файлы. На реальном компьютере система также идеально запускается, как из CD-DVD диска, так и с обычного USB накопителя. На моём старом ПК она без проблем загрузилась. В целом, система мне очень понравилась. Меня поражает тот факт, что полноценную систему действительно можно записать на одну полноценную дискету, причём со всеми штатными приложениями, кроме игр, естественно, и каким-никаким браузером. Целью проекта является создание компактной операционной системы размером с одну обычную дискету. И, по моему мнению, у разработчиков это прекрасно получилось. Скачать эту операционную систему можно на их же официальном сайте и протестировать её самостоятельно. Всё зависит от вашего решения и желания. А что вы думаете об этой ОС? Оставляйте своё мнение в комментариях. Они всегда открыты. А на этом всё. С вами был Даниэль. Если тебе понравилось, ставь лайк и подписывайся на канал. До новых встреч!